Сегодня исполняется 73 года со дня добровольного вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР. Напомним, что фактически инициатива вхождения ТНР в Советский Союз была высказана республикой еще в 41 году. 17 августа 44 года седьмая сессия Малого Хурала Тувы приняла декларацию о ее вхождении в состав СССР и обратилась к ходатайствам Верховный Совет СССР принять ТНР в состав СССР. К знаменательной дате Агентство по делам национальности региона приурочило принятие присяги гражданина России. Сегодня мы, обращаясь к нашим новым гражданам, хотим поздравить и пожелать вам всего-всего самого доброго, чтобы гражданство России внесло в вашу жизнь только новые, самые лучшие и самые хорошие, добрые, позитивные стороны. Тува примет участие в 19-м Всемирном фестивале молодежи и студенчеств в Сочи. Группа из 16 человек – это и председатели молодежных организаций, молодые учителя, представители экологической сферы и коммерческих организаций республики. Молодые люди в торжественной обстановке получили сегодня значки участников фестиваля. Этот форум очень важен и для России, и для республики Тува. Этот год объявлен главой республики Тувашим оболновающим караулом Годом молодежных инициатив. Это значит, что именно в этот год особо мы все сосредоточены на развитии и будущей молодежи. В нашей республике реализуется очень много молодежных проектов. Одни из самых ярких – это кэштег для молодой семьи, не менее одного ребенка с высшим образованием в каждой семье. И то, что мы отправляем сегодня делегацию в Сочи, говорит о том, что мы хотим научиться понять, что сейчас важно в мире, перенять этот опыт и реализовать его у нас здесь, в республике. Отборочный этап был нелегкий. Заявку на участие из Тувы подали более 60 активистов. Выбрали самых лучших. К слову, Тува принимает участие в данном фестивале третий раз. Первыми были работники культуры еще в 85-м году. В 85-м году Тувы по искусствам интересовались очень много. Особенно, сами знаете, наши горлыков, вообще разрывали на части. Обычно после, когда репетиция, концерты заканчиваются, приходят в общежитие, где живут. И там начинается совсем другое мероприятие, импровизированный. Там второй концерт во дворе, вот это в общежитие. Укрепить международные связи, а также развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие – главная цель тувинской молодежи. Кроме того, молодые учителя намерены перенять опыт зарубежных коллег в области изучения иностранных языков. Моя цель – там, да, не просто там побывать, но рассказать всем, кому возможно, о Туве, и дать знать, что есть такая республика под названием Тува. И чтобы в их памяти это осталось, то есть частичка нашей республики, я подготовил там сувениры. Напомним, что 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. В Кызыле снесены семь незаконных строений. Все они построены без разрешения городской администрации. Во время демонтажных работ по улице Азасная специалисты отдела муниципального земельного контроля, Департамента архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии Кызыла обнаружили еще один земельный участок, который в свое время был незаконно огражден деревянным забором. А на одном из земельных участков по улице Депутатской не успели возвести забор. Земля была обозначена столбами. Они также снесены. Та же участь постигла и два объекта капитального строительства, а также ограждения, которые были расположены по улице Подгорная. Напомним, что демонтажные работы проводятся по решению суда. Так стоит отметить, что общее количество подобных исполнительных производств перевалило за отметку в 50.